приветище это мусорный барон и мы продолжаем развивать свой бизнес в прошлой серии мы взяли кредит и нам теперь его нужно выплачивать сколько я должен банку вот взято у меня смотри ежедневная плата 106 на 13 дней я взял все 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 по 161 баксу я буду выплачивать короче мы взяли кредит купили куча станков чтобы производить куча мусора который мы потом компонуем и продаем сегодня нам нужно заказ сделать по пластику заказ по части зайду в компьютер и точно в там посмотрим чего какие у нас контракты принято контрактов в разделе принято ничего а потому что мы в этой компании ничего не брали мы брали вот пластик 30 прессованного пластика нам нужно привести продать им а здесь 30 опилков соответственно мы сейчас с тобой едем на предприятие где дофига дерева и где пластика огромная куча мы там все это бомбим привозим сюда перерабатываем все и продаем по контракту отрабатывая кредит что у нас тут вот прям это хорошо так идет то слушай лазочку закидываем в машину без стой двери забыл открыть закидываем снова пластик пластик дерево но дерево нам пока что не так уж и нужно потому что у нас даже станков обрабатывающих нету слушаем уж тут были да по моему очень знаком да мы опять в эту кафешку приехали ё-моё ну ладно это было самое выгодное место по пластику и по дереву поэтому мы сюда и приехали о в этот раз слушай по моему в кассовом аппарате что то есть кассовый аппарат вам нужны отмычки слушай тут есть отмычки можно взламывать кассовые аппараты оказывается балдежно жалко у меня их нет собой надо будет прикупить приехал мусор собирать а еще и взломать кассу позволили ну-ка пойдем в туалет может там и дополнительный унитаз поставили и дайте я пролезу нет дополнительного унитаза здесь нету ну как бы на чё я рассчитывал все барахло стащил к выходу и теперь играем в баскет металлические отходы все стеклянные отходы все это еще не все картонки чё все бумажные отходы по дереву давай еще мешочек скинем посмотрим а теперь то все закрываем едем домой потому что времени у нас мало всего три дня нам дали на возврат кредита я вот не могу единственно выгружай чувачок чувачок часто за состоишь новая работа я тебе за что 15 баксов в день ты плачу молочек давай скоро у меня будет таких жамшутов здесь целая куча помогает мне перерабатывать весь этот мусор короче под конец я сдал а еще меня путают цвета вот бутылка зеленая я хочу сюда выкинуть но нет ее нужно в желтую выкидывать и так сто процентов бонусные отходы 35 килограмма но ништяк общий вес 55 килограмм здорово все очень здорово молодец хорошо потрудились скоро я тебе подниму зарплату тебя вообще там навыки то растут нет до сих пор одна звездочка ладно неважно будем сейчас перетаскивать коробки и все это дело перерабатывать отходы загрузил теперь настраиваем что и как вообще будем перерабатывать по 5 килограммов нам пожалуйста стеклянная пыль целых 7 килограммов делаем 8 запускаем здесь у нас пластик 26 килограммов что нужно было этому уберем подожди 26 килограммов именно это нам нужно по контракту 27 килограммов перерабатывать здесь у нас работать дерево 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 опилки нам тоже важны были опилок 18 килограмм очень здорово 18 килограмм и превращаем в опилки как все гудет ништячок все очень хорошо тащим теперь палеты сюда палетку сюда коп она блин слушай я что-то затупил у меня же тут палеты еще не у компонованные стоят может быть его так получится вот это железо берем сюда можно закинуть можно почему бы и нет вот таким вот образом о-о-о-о все у меня короче появилась идея я сейчас беру поднимает этот палет везу туда не опуская выхожу и закидываю прямо сюда все о-о-о вот так это и должно работать чисто по умному сделали теперь садимся все это поднимаем увозим вот сюда ставим по опилкам контракт мы закрыли но у нас все опилки на одном палете и вот непонятно весь этот палет продаться по контракту или какая-то часть останется на нем пойдем сейчас этот контракт закроем и посмотрим у нас как раз последний день кстати по этому контракту если мы его не выполнили бы нас штрафанули контракты рыночная цена смотри 180 долларов а нам 217 должны заплатить доставка 1017 долларов у нас в кармане и репутацию подняли пойдем посмотрим чё по опил опилки а 100 это очень хорошо то есть не весь палет улетел теперь с пластиком надо проделать ту же манипуляцию мы забираем вот этот вот палет да что ж все никак не могу привыкнуть к управлению то что перед это зато зато то перед инверсия такая поехали сейчас мы сюда кубики пластика накидаем опля чуть-чуть назад зададим ну бизнес прет пока все хорошо палет достиг максимального веса значит палет у нас максимум 30 ровно столько единиц нам нужно по контракту бежим продавать это все и можно будет сейчас новый контракт взять какой-нибудь значит количество вмещаемой продукции на палет зависит от объем ну то есть насколько массивный продукт то есть вот пластику он объемный и вмещается на палету меньше 245 мы сейчас получим доставка фух по контракту у нас все ок давай посмотрим что еще тут у нас есть заказ это что у нас прессованная бумага но не у меня столько бумаги нет внутри дня есть ну чё там по сделке по поводу твоих предложений у нас срочный заказ требующий ваших услуг бюджет 350 ладно давай возьмем три дня в принципе должна успеть это мы еще не умеем делать по пластику пластиковые трубы мы тоже еще не умеем делать древесину мы тоже не умеем делать как бы о чем речь вообще контрактов нету печаль давай посмотрим чё по персоналу я кого-нибудь еще могу набрать нет никого нужна репутация третьего уровня у меня сейчас репутация второго уровня только давай зайдем в фабрики границы фабрики можем кстати увеличить границы фабрики но это стоит 600 баксов у меня сейчас 623 а мне еще кредит выплатить и зарплату надо выплатить нет я себе не могу это позволить может быть какие-нибудь машины тоже слишком дорого и ничего нового в оборудовании ничего кстати вот они отмычки смотри они откроются нам когда репутация прокачается у нас до третьего уровня по улучшениям может что то есть нет все тоже закрыто у нас еще есть рынок где мы можем то что по контракту не продалось продать на рынке так что давай мы сейчас все вот это барахло с тобой соберем на палец ого один палец чуть не улетел в космос и вот вот хочу вот эти у нас остались они не привязаны к друг дружке все один палец у нас стой а как я вот этот палец соберу он же перевернулся блин жопа какая так тут все тут все вроде бы все собрали остается это только перевести на склад читаж давай попробуем вот этот палец который у нас перевернулся неудачно никак вообще да черт это плохо и как же мне быть выгрузить его и теперь под а вот так вот это делать а теперь все по новой закинуть грамотно забуксировать и у нас уже вечер почти 6 вечера подняли поехали не ну как бы работка не пыльная но если бы у меня были помощники все бы шло гораздо быстрее кстати я значит что подумал чтобы палец освободить мы сейчас вот эту продукцию вот сюда перекинем а этот палец куда-нибудь вот сюда чтобы он место у нас не занимал на складе а этот сейчас забуксируем это кстати у нас последний пластик который есть вообще может быть его на рынке не продавать ну чё здесь есть место можно проехать же по габаритам прохожу пойду посмотрю может быть сейчас выгоднее так продать на рынке а может быть и оставить это чтобы для контрактов других кстати совсем забыл что у меня на прессованную бумагу контракт надо посмотреть где ее огромное количество сделки слома бумага бумага у нас это какой цвет я забыл синий да ну голубой даже голубой цвет у нас приоритете вот здесь вот пожалуй я бы сюда и съездил джерад чё скажешь я надеюсь ты не думаешь торговаться это почти бесплатно 124 доллара блин это конечно прикольно да что ты платишь мужику чтобы вывести у него мусор некоторые бесплатно готовы в забери этот мусор просто от меня за бесплатно а тут они продают его вот это бизнес до в америке ты приезжаешь туда на своей тачке все это выгружаешь своими силами еще и денег даешь тому у кого-то этот мусор забрал так ладно я забыл что мне на рынок надо я чё-то немножко психанул на рынке чё какие предложения тут есть по опилкам у меня 9 опилок ну вот девяточку продаем нам сейчас деньги нужны очень нужны пластик 13 штук за 104 продаем дерево у нас нету стекло 29 упаковок общего за 10 баксов блин он может только 19 упаковок купить ладно продаем ему 19 тогда по 190 остальное продавать не буду вообще не выгодно не интересно это металл металл 23 тут 25 завод давай продаем за 8 баксов че-то он не хочет покупать а у меня нету 25 что-то это по 23 мне ура третий уровень новая область плюс одна компания отмычки плюс один работник сортировки ништяк классно персонала мы сейчас наймем сортировщики да смотри у нас тут есть кейл и джоэл у кейла три звезды у него возраст 29 ежедневная зарплата 28 скорость сортировки 6 секунд короче вся разница скорости сортировки да но меня в принципе рог устраивает с его 20 секундами но джоэл смотри за 8 секунд и зарплата у него 24 короче я бы нанял наверное логана логан росомаха ты ли это мусорки подался значит я нанимаю логана он будет у нас именно сортировкой заниматься чтобы я не перекидывал мусор в урны нанимаем то есть рог будет у нас накидывать все на конвейер а логан будет все сортировать теперь их должно быть то 2 что-то он пока один тут а вот и логан пришел в ночную вышел да логан значит ты у нас будешь сортировать отходы которых сейчас у нас конечно же нет ладно то есть они одинаковые вы чё близнецы что ли у братья или как бородачи у меня в глазах доится сбой в матрице я же еще отмычку хотел себе заказать так что идем в магазин вдруг мы сейчас на предприятии какой-нибудь выйдем нифига себе 300 баксов отмычки какие-то это стёб да да это же пол моей зарплаты ну чё делать ладно покупаем вдруг я сейчас на выезд выйду и там надо бы чё не скрывать ну что давай спать тогда день третий доходы плюс 462 продажи на рынке 550 и в итоге ты еще и сегодня заработал минус 124 это мы за вы заплатили счета я еще и за свет по ходу плачу производства минус 16 заработная плата ну понятно блин надо было завтра нанять этого логана я бы тогда сегодня не платил ему зарплату тупанул тупанул кредиты минус 161 и прочие расходы минус 300 как бы ну нормально в плюсе я на 380 долларов пока живем пока живем отсыпаемся и и едем 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 ребята не скучайте я скоро привезу вам работу прям совсем вот скоро погнали тут мы еще не были это да здесь мы точно не были сирен и те а это наверно ключники они тут ключи делали дубликаты вот это все открываем машинку сейчас будем разведывать местность откуда здесь деревянные игрушечные поезда а может быть тут детская комната была у них но тогда ладно будет прикольно если еще здесь еще гитару найду представим что тут еще помимо детской комнаты есть и комната рок-музыкантов это смешно мусора тут конечно навалом а так вот и гитара конечно значит и комната рок-музыкантов действительно тут есть вот вторая часть это блин конечно было прикольно если бы я вещи здесь мог склеивать и потом продавать где-нибудь на аукционе знаешь был бы очень здорово разработчики если вы смотрите меня сделать такую штуку это наверно детская комната хотя и сомневаюсь скорее всего здесь руководитель сидел мешок забит опля если это комната руководителя может тут сейфе какой-нибудь есть который можно вскрыть или нет здесь ничего не вскрывается тут тут тоже ничего может быть за картинами чего-нибудь есть скрытые потайные какие-нибудь хода он закроем комнату мы ее зачистили это что у нас сломанная игрушка еще гитара еще гитара еще гитарам точно тут комнату рок-музыкантов была коробка а нет это не коробка комната сияет синим прям там что-то вот для нас есть а с отмычками хорошо что я прикупил поверните отмычку чтобы найти правильное положение слушай но это как в симуляторе воришки так сейчас нет вот вот так вот и там походу оружие в таких ящиках оружие и боеприпасы переводят я походу наткнулся на очень серьезное что-то сейчас мы его откроем тут же больше комнат нету а нет вон туда еще можно найти так мусорные мешки как они быстро заполняется газетенка вот это все пойдем вскрывать коробку смотри что там вам нужен лом да ёлки-палки вы чё издеваетесь вам нужен лом но абзац полный вообще не круто не круто это стёб разработчиков над игроками там еще лом посмотри отмычки стоили 300 баксов да а лом будет наверное стоит косарь это вообще грабеж да и до лома мне еще как раку до луной короче вроде бы здесь все мешок скидываем да все сейчас я пробегусь тут потайных ничего дверей нету что-нибудь еще отмычка может не надо будет съездить потом в то кафе и вскрыть там кассу ребят я приехал разгружайте вы сами двери умеете открывать нет походу не умеет оболтусы давайте вперед я сейчас оценю вашу работу четвертый день нашему бизнесу и пока что все нормально пока все ок так где у нас логан логан ты логан иди сортируй сортировочной машины нет да как нету вон тебе закидывает рог все вроде согласился и пошел давай работай сортируй работает ну и молодец сюда все закидывается там все сортируется а я отдыхаю в носу ковыряюсь пойду кофе попью может быть еще куда-нибудь съездить а если еще куда-то съездить это денег надо заплатить же правильно в это кафе давай съездим и попробуем кассу вскрыть все-таки договор надо только чтобы ребята машину выгрузили а то как их с набитой тачки поеду чё же все эй логан чё-то как-то ты мало рассортировал где у нас логан это рог но раз рог освободился иди сортируй пускай он там сортирует а я поехал на выезд вскрывать кассу надо было вообще никому ничего не говорить блин я не сюда приехал копяк и кассы тут нету зараза чей денег за это же заплатил все все зачистил выезжаем обратно домой и сейчас нужно внимательно посмотреть где это долбаная кафе все-таки я потрачу все бабки на это походу сегодня кафе 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 где она тут и нету это магазин в котором мы только что были а погодить дженерал и дженерал у меня две сделки а того с кассы то и нету вот эта печаль ладно может на следующий день появится окей тогда идем перемалывать все ребята разгрузили кто-нибудь логан давай сортируй и сейчас будем прессовать бумагу нужно огромное количество бумаги это металл стекло пластик бумага 16 8 килограмм интересно сколько сколько с 16 килограмм я смогу получить прессованной бумаги нам контракт сегодня край надо закрыть у нас два дня осталось еще молочек во 20 килограмм бумаги идем и прессовать остальное мы скорее всего кстати надо посмотреть по контрактам сегодня же новый день может там новые контракты появились так все прессуется вот эту мы сейчас уберем а я нет мне нужно мне нужно 17 килограмм 18 давай делай все я пошел контракты гляну контрактики в этот компик а в этот комп нельзя сесть наверное тут будет другой менеджер сидеть когда его найму значит давай зайдем в магазин посмотрим лому на шестом уровне нам откроется сколько он стоит кто что знает по контрактам значит опилки смотри-ка опилки три дня что у нас здесь здесь бумага это еще один договор на бумагу короче походу теперь я просто на рынке продавать оставшийся материал не буду буду его копить бумаги здесь навалило хорошо интересно я отсюда докину дату да вот этого полета линия еще есть линия есть черт не докидывается не докидывается соединением не докидывается но чтобы сразу все значит просто политик этот подвезем но уже с этим управлением блин все никак не могу к реверсивности это привыкнуть точники инверсии реверсивность ты сказал ну конечно все здесь оставляем поехали нам нужно 48 а потом на 24 а а все вот это поворот у меня бумаги вообще мало получается надо еще за бумагой ехать походу вот это дела короче мне нужно сокращать штат я вот чё подумал логана оставлю рух нет рух у нас давно работает логан извини извини я тебя буду увольнять я тебе я думаю что с этим всем может справиться и один человек правильно или чё или нет или да такие разногласия в башке увольнять не увольнять но я думаю что увольнять логан извини рухан дольше работает поэтому ты уволен да я заплачу тебе 15 долларов ты мне пока ты мне пока не нужен у меня нет такого объема мужик просто проработал чуть меньше суток ну а чё плохо что ли он вечером пришел такой 15 баксов на ночь получил и днем за увольнение 15 баксов получил за сутки срубил 30 баксов чё плохо что ли да хорошо это заработал чутка 36 деревян очень сапилок будет дофига опилок будет дофига давай мне бы вот сюда кого-нибудь из персонала чтоб не помогали все вот это вот возить перевозить тут короче стычка опилок с металлом случилось кто кого перетолкает а ну все металл остановился поэтому поэтому как бы понятно что опилки выиграли делаем по-хитрому чтобы не возить все на склад значит вот тут по лету кидаем и отсюда туда о немножко схитрили теперь с опилками надо то же самое сделать где у нас палец вот тут его если кинуть он же будет на складе читаться правильно сейчас мы это выясним опилок 54 на палету вмещается это очень здорово все бы так фух к вечеру четвертого дня я все перегрузил весь материал с производственного цеха на склад сейчас пойду посмотрю чё по контрактам я еще могу принять было бы конечно неплохо так здесь бумагу нет по бумаге у меня уже есть контракт по пластику в принципе можем этот договор взять у меня там пластика дофига по опилкам сколько у меня сейчас опилок вообще сколько опилок дерево 37 по опилкам тоже можем контракт взять ой не сюда договор по стеклянной пыли сколько у меня стеклянной пыли вообще есть сейчас 17 а контракт на два дня да у нас но должен успеть давай самый дорогой вот этот возьмем и как бы все денег у меня 413 сейчас я сегодня буду по ходу в минусе но этого должно хватить чтобы выплатить зарплату и оплатить кредит сейчас посмотрим дохода вообще не было сегодня в минусе минус 337 баксов очевидно пятый день пятый день решающий сегодня все решится обанкрочусь я или заработаю так подожди куда я хотел ехать то я же даже еще сделку никакую не принял чтобы на выезд куда-то ехать так 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 general 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 заправка все как-то скудненько general опять а чё все одни и те же места где с кассы то мне касса нужно ладно тогда смотрим где дофига бумаги а желательно все чтобы было как-то так сбалансировано тут у нас дофига бумаги прямо чересчур баланса нигде нету да хотя вот 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 сюда вот можно съездить 10 процентов бумаги стекло дерево он давай сюда съездим сюда съездим новое место все дела так и что у нас тут прикольная заправочка у вас тут есть кассы я бы кассу сломал нету здесь касс облом чё нигде каста нет больше жалко нету здесь значит циркулярной пилы но не циркуль болгарки вот болгарки чтобы распилить эти бочки тут дофига металл был они по моему даже с нефтью какой-то или с бензином заходим через черный ход о огнетушитель жалко он не полный мне бы пригодился в машину бутыль пластик хорошо консервы пожалуй знаешь как будто зомби апокалипсис какой-то был самом деле бомжи просто пришли разграбили эту заправку в общем я тут все быстренько уже зачистил можно отсюда валить поехали домой рог чё стоишь блин открыл сам двери закинул туда пойду посмотрю куда еще можно съездить нам нужно значит стекла мы прилично набрали на рынок сразу зашел стекла мы прилично тут ничего но и никого а есть прикол в том что у меня 98 баксов только осталось я могу себе позволить не так уж и много мест давай значит в дженерал будем возвращаться так как там дофига бумаги а мне бумага нужна по контракту будем закрывать этот договор давай давай я тебе помогу мне ехать надо ты тут да все таки когда вас двое было было пошустрее но но если бы я сегодня платил зарплату двум мне бы не хватило денег на сделку все давай там перерабатывая уехал вот сюда рог я уже тут давай погнали в этот раз я даже сам там все сортировать буду ты главное вещи закидывай давай 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 готова можно можно сортировать пластик сюда кстати вот в этом плане хорошо когда рог очень долго выкидывает все с машины мне можно расслабиться и потихонечку закидывать все в нужные баки оксать смотри смотри как поперло то рог ты чё там разогнался что ли ли он охапками начал вытаскивать из машины вот и все быстренько все разобрали там что-то еще есть рог ну чё помахнулся или че-то морг рог 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 блин накосячил что льда нет все вы грузил щё то значит глюкнула бумагу забираем идем ее перерабатывать рог походу что-то устал надо было его уволить логана оставить я тут короче подумала что будет если поддон на рохлю сверху кино вот таким вот образом поближе во и все мне подъезжать даже не надо будет зашибись по бумаге тут у нас сколько чуя у меня два поддона тут понадобится забито здесь забыто значит поднимали реально так и надо делать подъезжаешь по дом на нее закидываешь и увозишь все поехали со следующим контракты держите вашу бумажку и 356 долларов мы сегодня заработали сейчас еще вот эти вот остатки все переработаю и может еще что закрою доставка пластика мы закрыли опилки на следующий день и стеклянную пыль мы тоже закрыли хорошо можно еще что-нибудь на рынке продать чтобы мы репутацию до 4 уровня добили давай вот эту пыль продадим 4 штуки продать бумаги у нас 4 единицы есть продать по дереву 40 единиц опилок но нет мы их трогать не будем вот металл мы можем продать 22 единицы продаем кстати по где контрактов на металл у нас нету металл а нет металл у нас еще заблокировано нет у нас контрактов на металл поэтому можно смело его в принципе продавать прессованный металл вот 22 единицы 198 я получаю кстати иногда даже на рынке выгоднее продавать чем по контракту значит четвертый уровень новая область новая область нести больше одного пакета круто и какая-то продвинутая сортировка все это мы уже опробуем с тобой в следующей серии и посмотрим на новую область и заодно день 5 мы значит закрыли очень хорошо плюс 1196 дохода из них мы 810 в плюсе остальное на кредит ушло на зарплату и на счета классно очень хороший денек был последний день по контракту на опилке надо закрывать его но я хочу посмотреть по сделкам новые места у нас появились о кафе вот это вот чтобы кассу вскрыть и вот смотри м ай и си си сай и чудо короче вот новое место которое нам обещали она появилась но я хочу сейчас вот сюда съездить тут у нас дерево дофига о кстати нам дерево и нужно поехали туда поехали туда мы сейчас попробуем кассу эту добу взлавать и заодно опилок наберем хотел уже закругляться но чё-то видишь как-то меня тут где эта касса касса вон она сейчас я вскрою посмотришь уже там что же там болеен сегодня в этой кассе нифига нету зато там зато там коробка которую нужно с помощью лома вскрывать абзац это подстава да вам нужен лома эта игра тролль реально меня просто сейчас тролли по жесткому кстати мы сейчас проверим как я могу носить два мешка то есть раньше у меня один мешок наполнялся нужно было его выкидывать а теперь я могу спокойно в два мешка набирать сейчас я это гляну блин что-то крупногабаритный какой-то мусор так полный мешок первый мешок полный нельзя собрать мешок для а как мне же было написано что я могу теперь два мешка таскать мешок для мусора полно ладно я вообще завяжу тогда как-то странно может я как-то не так понял это либо либо вот у меня один мешок уже забит я второй и беру один и нет и второе тоже не могу взять странно как тогда эта фигня то работает не дали какое-то у меня я не знаю как им пользоваться или она тупо не работает все короче тут все едем домой и носим закругляемся в общем есть тебе понравилось и ты хочешь узнать как дальше у нас будет развиваться наша мусорка то есть тебя лайк подписочка и до встречи в новом ролике увидимся